Друзья мои, всем приветики! У нас сегодня 13 июня. Такая вот у нас погода дождливая. Дождь у нас льёт и льёт. А у нас сегодня полный дом. Два гостей. У меня приехала сестра с детьми, с мужем. Так что бегаю, девочки, туда-сюда. Из дома в дом. Чем я, девочки, занимаюсь? Занимаюсь я приготовлением еды. Гостей надо кормить, семью надо кормить. Так, у нас целый 18-литровый казан. Здесь у нас 10-литровый казан. Делала поджарку немножко. Немножко. Целый казан поджарки. Но вот я её лишнюю поубирала. На борщ оставила. Варится у меня борщ. Тесто вчера, девочки, делала. Так что сейчас лепёшек нажарю. Сестра у меня приехала всем семейством. С мужем, с детьми. Так что с дороги уставшие. Дорога у меня была тяжёлая. Так что встретила. и нужно угощать, кормить всех. Все хотят кушать. Так что готовлю, наготавливаю, девочки. Давно не готовила такими посудами, казанами. Так хорошо, что есть казаны. На такие случаи, когда много людей, надо накормить. здоровый. Ну, здоровый. 18 литров, в принципе, даже я бы не сказала, что здоровый. 18 литров. Погода у нас мини-погода. Дождь льёт и льёт. Можно было бы, конечно, на костре это было бы намного быстрее и лучше, и вкуснее. Так, не могу дождаться. Такой объём очень долго закипает. Больше у меня с куриными фрикадельками. Так что, так что вот так готовим. Чайник у меня закипел. Сейчас я начну лепёшки жарить. Пресные лепёшечки, да? Пожарим. Так, это можно убрать. Это я немножко на супчики потом на маленькие объёмы, на объёмы поменьше. Лепёшки. Немножко пюрешки оставалось. Я бы сейчас сделаю с пюрешкой. Как это я вчера вареники-то мне застряпала. Тесто осталось. Такие объёмы, вот, девочки, интересно, напишите, кто такие объёмы готовит. Дома, у себя. Может, у вас детей много. Может, вы готовите такие объёмы. Ну, а что? У нас на двоих сестрой 10 детей. Так как у нас Даня в лагере, получается 9 детей. И, конечно же, вот такие вот объёмы надо готовить с утра, с раннего утра, потому что пока это всё нагреется, пока всё это сварится. Почему у меня сегодня больше с фрикадельками? Потому что чтобы побыстрее, побыстрее приготовить. У меня уже он почти готов. Раскаливаю сковородочку нашу, чтобы нажарить лепёшечек. Иногда хочется вот пресных лепёшек, но сегодня раз такой случай, а ничего не приготовлено много, вот, а надо много всего приготовить, и вроде как и по-быстрому, но зато как кажется, что быстро, на самом деле долгонько. ты всё домой заходишь? Да? Дома? А, всё, давай раздевайся. Раздевайся, погода не лётная. Гулять не нагуляешься. Матвейка там гулял на улице. вот, а бабка с Евой занимается. Так что, вот, получилась целая гора лепёшечек. Ну, на раз покушать нам, я думаю, хватит, а может, и не на раз. Не раздевай. Раздевай? Давай, буду тебя раздевать. Давай. Вот видишь, молодец, ты сам расстегиваешь замочек. Мамка! Ладно, давай, отключимся, пока. Я их аж две видел где-то. Где, что ли? Я постараюсь сейчас прихватку. Ты, что прихватку постараешься? Так, всё, не мешай. серьезная работа. Борщ мой сварился. Ух ты! Блин, Даля мне тут казан-то поставил. Ух ты! Вот это казанище. Борщ мой готов. Тут как будто не 18 литров, а 40. Так, ладно. Уже такие вон лепёшечки. Сейчас переставлю на комфорку на эту и будет у нас быстрее дело. Ароматный борщ. вкусный готов. Ещё макароны сварить. Так, ну что, у меня готов борщ. Такие вот лепёшки, чебуреки. Лепёшки, чебуреки. И макароны. Целый казан. Макароны с тушёнкой, девочки. Оленина. Оленина, оленина. Сейчас новость вызвонят. С лагеря у нас Даню укусил клещ и надо ехать покупать лекарства. Что-нибудь приключается. Что-нибудь, да. Так, что это? Так, ещё переборки положить. Пойдём кормить родню нашу. Сейчас покушаем, покушаем, покормим. Но тоже хочется уснуть и придётся ехать. Так что такие вот новости сегодня не очень приятные. Порзына. Так, макаронки-то я тоже возьму кастрюльку и пойдём. Чё не будет отсюда, девочки. Вот я так расстроилась из-за Дани. Я говорю сейчас пообедать быстренько, потому что кушать хочется, надо всех кормить и надо в лагерь ехать. Сегодня выходной, день нерабочий. Я говорю, аптека работает или не работает? Сказали купить лекарства. Работает? Ты ходил? Да. Ну, посмотрим вообще. Сейчас накормим всех, потом съездим, узнаем, купим, не купим лекарства. горячий макарон. Парнишка, ты спи, дыхай. Спи, дыхай. Макароны с олениной. С чем? С олениной. Так, вы ешьте огурцы, лепёшки, борщ, борщ, борщ. А где? А где нас нет? Вот так, а ну все. Мы поедем в лагерь, сейчас поедим. Ну, не затонила, нам лекарства надо ввести. Ну, его клещ укусил сегодня. Даньку, ну, ходил, ходил за территорией, что ли, я не знаю. Давай, кормить детей, кормить их. Горячих. Все, гастрюльки нас оставлять. Тише, тише, братика разберешь. Мама сейчас накормит. Все, мы пошли в шагар. Хозяйничай. Ну, разберемся, в общем. Квартира не получатся, здесь осваивайся. Делай, корни их давай. Ну, уже девочки съездили в лагерь, взяли справку и приехали уже во вторую аптеку. Нет лекарств, которое нужно. В аптеку приезжали в городе, там, в центре, сказали уже, говорит, 35-е по счету обращаетесь. Так что, так что вот так вот. Не знаю, сейчас сходит вот живику, аптека тут у нас, живика, возьмет, нет, есть нет лекарства, еще надо будет прикупить чего-нибудь съедобного, что-то ребенок жалуется, девочки, это я вообще в шоке. Я только о еде думаю вообще, плоховато, говорит, кормят. Вначале вроде было ничего, а сейчас как-то это, или он не говорил, не знаю, по какой причине, либо, либо, не знаю, либо не знаю, девочки. Нету лекарства, да? Ой, ну, у нас время уже вечер, смотри, еще аптеки работают, слава богу, я думаю, вообще не работают, но лекарства все равно нет. Нету, завтра возможно будет, да? Может, послезавтра, ой, хоть бы было, что ли. Ни того, ни другого закончилось у них. Ну, а может, центральная работает? Нет, она говорит, это, смуженность, она говорит, это, сильно, ну, много к людей клещи кусается, ну, много яблочек. Нынче клещей что-то развелось, ага? Лекарства, но, ну, ходил два дня, девочки, назад за территорию, спрашивала, разговаривали с ним. Я говорю, зачем за территорию ходил? Я ходил два дня назад, а клещ меня, типа, сегодня укусил. Два дня он не может ползать, значит, на территорию он уходит. Ну, ну, она говорит, территория обработана. А не отмазываются? Ну, тогда бы много кого укусили, наверное. Но клещей, клещей много, так, закрыто, закрыто, слышали. Центральная. Вот до пяти, вот видишь. Ну, все, ну, время шестой час уже, считай, что? Завтра только? Завтра, а вот что завтра делать? Ну, ехать сюда, вот где сказали, может, скидить, блин. Может, это, куда-то ехать, ну, что делать? Ну, хорошенько, вон так его укусил, под коленком. Он, видать, как снизу пополз, и так и присосался, где мягкое место нашел. Так, ну, и что? Светофорий, наверное, возьмем, что-нибудь вкусное, я могу? Что-нибудь съедобное? Попросил печенье, какое-нибудь конфеты. Купим, да увезем. Съедобное. Взяла, девочки, пробовали мы вот эти вот печенюшки с лаком. Печенье вкусненькое. и овсяное. И овсяное тоже вот беру. Не знаю. Матвейка, не убегай, ну-ка, убежал уже. Что-то не взяла тележку, говорю, быстренько забегу, возьму конфеток и печенек. Ну, ничего такого особого, девочки, новенького не вижу. сейчас зайдем в холодильник. Камера на меня, потому что треснута камера. Так, девочки, сливы имеются. Так, мектарины по 218. Кабачки. Кабачки свежие. Так, на дне не убегай, беги сюда к маме. 79 рублей кабачки. Свежий урожай. Такие неплохие. Перцы есть тоже. Ничего перчику по такой цене. Так, сейчас что-нибудь сливы, наверное, повыбираем. Решили мы, девочки, съездить за грибами, но муж все собирается, собирается, никак не соберется. Хотела включиться пораньше, поезд едет и дрова наши везет, дрова. Лес наш везет, Китай, наверное, вывозят. Да, Саша? Наверное. Держи, дача. Поедем мы в соседнюю, в соседнюю деревушку, когда-то мы ездили, в общем, и там были и грузди, и абабки, и синявки, когда-то мы собирали. такие прям хорошие грибочки. Погода у нас как раз грибная, дождливая. Съездили к Дане, передали ему вкусности. Печенье. Купили сливы, девочки, купила, немножко слив, взяла по 99 рублей. Сливы. Так что ничего особенного в светофоре нету. Ну, завозят иногда. Кабачки, вот, например, свежие, да, по 161 рублю, перец болгарский, что-то так, сразу перца фаршированного захотелось, но я не взяла его. Подумала уже позже. Так что, говорю, ладно, муж говорит, похлебки наваришь. Ну, вы не очень перец. Ну, вы не любите, но... Я вот, что колупцы, что перец, не очень. Котлеты еще куда-нибудь шло. Ну, так. Пельмени, вареники. Вареники-то, да. А вот с грибами бы, грибных вареников, с синявок рубленных или с груздей. Вообще бы классно. Ну, посмотрим. Сейчас прокатимся воздухом лесным подышим. Мы вчера тоже, девочки, кстати, кто вчерашнее видео смотрел, прогулялись по лесу, да, и мы прогулялись по лесу, приехали сразу, поехали козочек наших смотреть корову с бычком, ну, проверяем их каждый раз. В общем, и едем, и у мужа вот так вот тут клещ ползет. Красный. Я говорю, давай скорее гони, надо клеща снимать. Все, в общем, сразу подъехали, он снял все с себя, и я этого клеща сразу подожгла. Всегда надо, девочки, либо спички, либо зажигалку в машине иметь обязательно, ножики, ну, в общем, чтобы в машине что-то было такое необходимое. аптечку, топор, плоскогубцы обязательно, инструмент какой-то, мало ли, в дороге может всякое случиться. Конечно, плоскогубцами прихватил, и меня топором выдернул. Не болтай. Но я у Дани спросила, Даня говорит, у него черный клещ был. Клеща отправили на экспертизу, в баночку, говорит, она его вытащила и положила. Так что, надеюсь, что клещ будет такой, не это, не энцефалитный, не дай бог. Вот, так что, так что, вот такие новости опять, хреновости, что-нибудь да происходит. Ну что, грибник, дети у нас по дороге уснули. Такой вот лесок березовый. Мы сюда когда-то ездили, по грузди, по бабке. Ведра, конечно, муж взял. Надеются на хороший улов. Дорожка в лес. Плащ серьезный. Серьезно ты, в общем, собрался, да? Так что, сейчас пройдемся по лесу. просматриваться, девочки, сразу надо. Мы вчера приехали полностью сразу это, ну вот, после того, как на муже клеща обнаружили, сразу это давай осматриваться. А вот и первые грибы. Поганки. Да поганки, че ты? Поганочки. Ну, сейчас пройдемся, посмотрим. Ты че? Где ножик? Фу. Че это за гриб? Поганки. А я там тоже нашла где-то еще два гриба. Я думала, это, типа, куча. А, этих грибов-то этих? Какие-то они эти. Как Саша назвать? Я не могу, как он собрался с ведрами. Обработался он, обработался от клещей. А, вот они, Саша. Да, кстати, там, я думала, это грузди. Грузди. Думала. Ну вот, тоже кто-то, видать, срезал. Такие вот грибусики. Что это за грибусики такие, интересно? кто-то резал. Ну, грозди, конечно, я знаю, какие они. Горело, да, кстати. Здесь такой лес красивый. Березки такие тоненькие, классные. вообще красота такая. Иду по лесу я. Ну что? А, кстати, их здесь очень много, Саша, потом дальше растет. Вот таких вот. А мне зачем? Грибов тут нет. Лес горелый. Выгорело все, видать. Ну, вон они шляпами прям. Что за грибы это? Интересные такие. Но я таких не видывала, не помню. Прям вообще. Поляна. Поляна, поляна. Интересно, конечно. Но они несъедобные, я думаю. Хотя, кто знает. Ну, такие грибы я не знаю. Свежая травка растет кругом. Потому что, видать, горело. А муж еще два ведра взял. Я говорю, да чего же ты жаден? Ну, поганки, конечно, тут. Сашка! Саша! Я бабочка! А бабочка нашла. Два девочки. Смотрите-ка, вместе с вами. А бабок. Блин, как бы показать, так, чтобы поближе-то. А бабочки, а бабочки. Здесь было много-много а бабков. Вот такие вот а бабочки. А этот совсем малюсенький. Красота какая! Надо же! А он пошел ведра в машину унести. Ну, и Марина немножко прошлась тоже. Пойду, в машину. А я говорю, пройдусь! У меня азарт! И манят меня грибы, манят. Ай, какая прелесть, девчонки, прям издалека. Так, где а бабок наш? А бабочек так? Покажу вам еще. Вон он, издалека так красиво смотрится. Прелесть! А с картошечкой, да? С жареной, девочки. Так что, вот так вот, сегодня денек наш проходит. С утреца гостей встречала. Полный дом. Сестра с семьей приехала. Потом давай наготавливать. Домашними делами, детьми занималась. А бабочек, бабочек. Саша, иди сюда! А бабок! Девчонки, я вот сейчас издалека прям вижу. Издалека, девочки. Так, цель. Я вам сейчас покажу, девчонки, мальчишки, а бабок. Надо же! Ну, можно что-то собрать, видать? Может? Иди, Саша, сюда! На жареху, может, насобирам. Так что, ну вот, а потом меня настигли новости плохие насчет Дани. Я расстроилась. Вот. А сейчас мы приехали в лес. В лесу походим, посмотрим, полюбуемся. Может быть, соберем что-нибудь немножко. А с вами я, девочки, на этом попрощаюсь. Всем вам огромное спасибо скажу. И до скорых встреч. Надеюсь, что до скорых. Всем огромное спасибо, кто пишет, девочки, комментарии, поддерживает нас своими комментариями, лайками. Огромное вам спасибо надо бабки-то не потерять, куда я пошла, побежала от бабков. Так что, пока-пока. Пока-пока всем. Субтитры сделал DimaTorzok